И так, 9 марта 2019 года Азов, нацдружины и нацкорпус во главе с Белецким, наконец-то вышли из засады и впервые показали то, ради чего их аваков собаков и кормил последние пять лет. И кормил, скажем прямо, досыта. Несколько сотен активистов партии «Национальный корпус» и движения «Национальные дружины» 9 марта собрались возле администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о разворовывании в госконцерне «Укроборонпром». Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей. В результате короткой стычки был распылен слезоточивый газ, но затем обстановка успокоилась. Они требовали от властей арестовать экспертного заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, он же Свинарчук, его сына Игоря и других фигурантов руководства «Укроборонпрома». Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в результате столкновения активистов националистических организаций и правоохранителей в ходе массовой акции возле здания администрации президента Украины пострадали два полицейских и сотрудник Национальной гвардии Украины. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345, то есть за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа УК Украины. Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте, сообщает отдел коммуникации полиции города Киева на своих страницах в соцсетях. Позже представители Национального корпуса пытались прорваться к Порошенко во время его выступления в Черкассо. К нацполиции сообщили, что в результате столкновения представителей Национального корпуса с правоохранителями в Черкассо пострадали уже 15 правоохранителей, 5 из которых получили медицинскую помощь на месте, а еще 10 были направлены в медучреждения. Следователи открыли уголовное производство противоактивистов уже по двум статьям УК за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство. Что же заявили в партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» насчет событий в Черкассах? События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов. Это авакова, что ли? Трижды ха-ха. Агрессор и реваншисты в течение 5 лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства. Бросание гранат нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева, столкновение с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно стремится достичь российская машина пропаганды. Все с одной целью – свержения демократической проевропейской власти. Да-да-да, именно это и является целью авакова. 100% Петя! Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов. Да-да-да, Саваков разбежался. Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкасах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности. Утираю слезы и продолжаю. Ну, теперь немного истории и некоторые выводы. Азов был создан в 2014 году Белецким на базе организаций «Патриот Украины» и «Социал-национальной ассамблеи». Если кто забыл или не знает, то Белецкий еще с 2000-х годов являлся активным участником ультра-националистического движения в Харькове и был известен в частности тем, что регулярно калашматил разных там хачей и узкоглазых. Майдан он встретил на нарах, как и ряд его соратников, в частности Масийчук. Белецкий был освобожден Аваковым и отправлен на восток наводить украинский порядок, как и куча других уголовников. Анищенко, Абельмес из Торнадо, Семен Семенченко, Дей-Дей и так далее. Заметьте, что никто из этих украинизаторов-уголовников, включая и самого Собакова, в принципе и по-украински-то толком говорить не умел на то время. А Аваков и до сих пор не в состоянии связать на украинском хотя бы пару слов. Говорить не может даже на уровне Азарова. И говорит, что выражается слабожанскую мовою. Из всей этой компании блатных и нищих, которых Собака вооружил и отправил на Донбасс, Белецкий оказался единственным реально способным к системной оргработе человека. Из всех аваковских добробатов именно Азов сохранился до сих пор фактической тренировочной площадкой для ЧВК, то есть частной военной компании, товарища Авакова. Зацените, как нежно высказывается о Галимом Нацике Белецком наш крошка лошарий. И там далеко не все подонки и дураки. Я вам скажу так, если бы тот же Андрей Белецкий, лидер нацкорпуса, когда-нибудь попал на российское ток-шоу, он смог бы заткнуть всех, он бы технично всех заткнул. Они бы остановились в истерике. Это я точно знаю. О том, что Собаков создает ЧВК на базе Азова, было известно давно и в том числе и Пете, и американцам. Идеологии и порядки в этой армии Собакова настолько прекрасны, что даже не особо переборчивых американцев начала воротить и передергивать. В результате по Азову было принято отдельное решение, запрещающее Пентагону оказывать им какую-либо помощь, включая учения и предоставление оружия. По сути, Азов вполне можно сравниться с штурмовыми отрядами, которые сыграли главную роль в приходе Гитлера к власти и некоторое время в Германии даже играли роль вспомогательной полиции. Белецкий – это вам не просто гопник, это идейный и высоко мотивированный человек. Он реально верит во всю херню, которую он творит. «Белый вождь», как его называют последователи. Чистота нации, арийская раса, антисемитизм, гомофобия и прочая херня – все это про Азов. Белецкий реально имеет планы по приходу к власти в Украине и, как мы понимаем, с рейтингом в процент, через выборы это сделать невозможно. Белецкий методично и монотонно создает свою структуру, находясь пока на подтанцовке. Но если ему улыбнется в удаче и в один прекрасный день мир увидит совершенно другую Украину, перед которой померкнет бывший немецкий рейх. Интересно, Собакову, который Авакян, и Юленький, который Агрегиан, и Зеленский с его еврейскими корнями, как они собираются договариваться с белым вождем после его прихода к власти? Или они думают, мы уж как-нибудь это самое, а потом уж как-нибудь? Да-да, ребята, было масса людей, которые заблуждались так же, как и вы. Азов и его подразделения, нацкорпусы, нацдружины, не стоит даже близко ставить в один ряд с дешевыми проплаченными шлюхами СБУ с С-14, с соколом или братством. На фоне Азова это мелкая шпана, отжимающая прохожих мелочь в подворотне. По боевому опыту и подразделениям с Азовом может сравниться разве что дуг правого сектора, то есть тусовка Яроша. Но у Яроша и близко нет штурмовых отрядов, десяткам тысяч отмороженных, мотивированных гопников. При этом Собаков регулярно устраивал учения для своих штурмовиков, сталкивая их с полицией. По интернету гуляет масса видео, в которых нацкорпус над дружинами тренировочно, весело калашматят от реформованных полицаек по поводу и без. Потому видео и называется «Псы Собакова против Орлов Собакова». Это была небольшая ремарочка для того, чтобы вы понимали, что уже реально сейчас начинается в Украине. Итак, Собаков, имея свою мощнейшую по нашим меркам ЧВК, явно не собирается просто так сливаться с поста министра МВД и позволять Порошенко, с которым у него давний конфликт, спокойно переизбираться на второй срок. Даже несмотря на то, что американцы и европейцы в последнее время все чаще и прямолинейнее требуют у Собакова не выпускать на улицу штурмовые отряды, Азов на улицу вышел и, надо сказать, что уже с первых выходов все стало еще веселее. Помитинговав пару часов в Киеве, наваляв от реформированных полицайкам на банковой под администрации президента эпичных люлей, Азов поехал ловить пороха в Черкассы. Далее произошло чудесное событие. 40-50 нациков без каких-либо препятствий прошли бодрым маршем по центру Черкасс, скандируя всякие речевки в мегафон и абсолютно беспрепятственно проникли на митинг прямо в аккурат, когда там со сцены вещал Питюлька. Без всяких препон отряд нациков, продолжая орать в мегафон всякие речевки, прошел через всю толпу народа и лишь под сценой уперся в нечто похожее на оцепление полиции. Питюлька, какой ты жлоб. Не жлобись на охрану, иначе тебе пизда. Естественно, что видя такое развитие ситуации, управление госохраны моментально стянуло Порошенко со сцены и пули эвакуировало куда подальше в более безопасное место. Нацики при этом умудрились даже заблокировать несколько автомобилей из кортежа и попытались даже один из них перевернуть. И что же в это время делала доблестная полиция? Правильно, отгребала пиздюлей. На митинге Порошенко полицейских было так много, что несколько десятков тренированных нациков смогли морды им набить и поблокировать машины из кортежа Питюльки. Интересно, если бы охрана Питюльки оказалась чуть менее расторопной, и нацики бы успели отрезать дорогу Порошенко к машинам кортежа, куда бы он побежал со своим диабетом? Сцука, это так феерично, что я даже не могу подобрать слов. Для сравнения можете вспомнить реакцию полицаек на мелкие пакости С-14 на митингах Юли. Как вы все помните, малейшая попытка что-то там сделать мгновенно очень жестко пресекалась, и всех этих активистов паковали в воронок и доставляли в райотделы. При этом попытки их собратьев по разуму помитинговать под райотделами превращались в мгновенную пиздюлину от Беркута. Так было и в Белой Церкви, и в Киеве. Все это сопровождалось воем Авакова про недопустимость никаких провокаций на митингах кандидатов в президенты, провокациях со стороны Порошенко и так далее. Ну теперь мы все увидели, что не допускать провокации собаков будет только на митингах Юли и скорее всего Зеленского, а на митингах Порошенко он их будет организовывать, да еще и полицаек в охрану ставить ровно столько, чтобы штурмовики получили шанс добраться до его задницы и надрать ее при удачном свечении обстоятельств. Если Питюлька не найдет к следующему митингу реальных бойцов, способных противостоять над дружином Собакова, ему лучше вообще не лезть общаться с народом. Жду с нетерпением следующего митинга или его отмены в Бугага. Также очень интересна реакция Запада на переход наших выборов в категорию уличных боев. Я, например, вообще не сомневаюсь, что если Собакам с Белецким зададутся целью, то смогут изловить Порошенко хоть в администрации президента на Банковой, хоть у него дома в казыне. Благо и силового ресурса и оружия у них хватает, а Питюлька пока не сжлобится на силовую свою защиту. Также мой постоянный вопрос к России и пророссийским СМИ в Украине. А Вакам с Белецким – это именно то, чего вы фактически в открытую ждете, топя за Юлю и Зеленского. Ну а теперь, вооруженные этими знаниями, наслаждайтесь этой милой нарезочкой событий 9 марта. Ну и, конечно же, бонус. Как же без него? Вы только зацените эти бездны лицемерия, которые продемонстрировал Собаков у себя на фейсбутике. Любому гневу есть разумные границы. То, что сегодня на митинге Порошенко в Черкассах предприняли представители национального корпуса, недопустимо. Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив. Но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности. Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам. Так вести себя нельзя. Возбуждено уголовное производство. Приступившие черту должны понести наказание. Выборный период – это состязание аргументов и представление позиций, а не соревнования кулаков, осатаневших глоток и слезоточивого газа, схем сеток и взаимной подлости. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которые разрушают страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете. Думаю, на этом месте вы уже обрыдались. Я даже не знаю, что сказать. Браво, собаков! Браво, Петя! Сожрите друг друга в прямом эфире. Мы, социал-националисты, имеем совершенно другой в этом плане взгляд. То есть, во-первых, геополитически, расово. Мы понимаем, что сепарация от России, такое разделение, как бы, есть идиотизм. Потому что наша идея, во-первых, это мощная проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз после этого пытаются приписать наши же местные друзья. Ни в коем случае не единое государство. Конфедерация к единому государству имеет совершенно опосредованное отношение. Конфедерация с ориентацией, блок, если угодно, так вот, чтобы не пугать этим словом. Блок, безусловно, восточно-европейский. Если Украина хочет геополитически, скажем так, реализоваться, то нам нужны, честно говоря, нам нужны российские природные ресурсы. Продолжение следует...